Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1398. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Вопрос 179. Несет ли священник ответственность за дальнейшую жизнь крещённых и венчанных им людей? Отвечает Архимандрита Амбросия Юрасова. При крещении и венчании священник должен обязательно сказать, что каждый православный христианин должен ходить в церковь в субботу вечером, в воскресенье утром, во все праздники, объяснить, как надо соблюдать заповеди, посты, дать иные наставления. Как только наставления получены, ответственность за их выполнение несут уже сами верующие. Единственное, за что может отвечать священник, это за то, если он будет крестить и венчать всех без разбора. Комментирует ответ Амбросия Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. Ни в одном ответе священник не направляет людей прямо ко Христу по слову Его. Евангелие Атеана 14.15 Постоянно говорит о молитве, совершенно не упоминая о слове Божьем, и люди поэтому спрашивают, как молиться. Священники имеют требник, их научили многим премудростям, тайным молитвам, когда можно быть женой и когда нельзя. Но неужели трудно им запомнить один стих? Притчи 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Отклоняет ухо от слышания Библии. Православные уши вообще не слышат из священного писания ничего. Главное – это богослужение и требы. Но согласно только этого стиха, все наши моления, если Слово Божие отвергается нами, есть мерзость пред Богом. Людей приучают делать добрые дела, а Господь добрым делом называет саму веру. Веру в Него, Ему и Его Слову. Евангелие Атеана 6.29 Иисус сказал им в ответ – вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Учат посом их своих тысячекратному повторению Иисусовой молитвы и об этом пишут на каждом шагу, как будто Бог глухой или какой-то идол. Но Давид, давая множество имен Богу, а в Библии их насчитывают около 500, все эти имена Божии, нечеловеческие, не ставит на первое место, но превыше их ставит Слово Божие, то есть Библию, иначе сказать выше тысячекратных повторений Иисусовой молитвы. Псалом 137.2 Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою, и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Если по статистике абсолютно точной брать, то из 300 крещеных в православной церкви, такими вот священниками и архимандритами, кто что-то знает и изредка ходит в церковь только один, то есть 0,3 процента, То неужели Бог не спросит этих бракоделов? И вся эта мерзость и безобразие под именем православия пенится в церкви. Даже старые люди матершинствуют, и мало-мало кто соблюдает все посты. И виноваты в этом не атеисты, а только священники, потому что они крестят, цитата, «как попало и кого попало», по всяким посторонним причинам. Священник несет ответственность за то, что людей не привел ко Христу, Слово Его, и они остались слепыми. Иоанн Златоуст говорит со страшными угрозами против священников, которых называет поварами. Христос воистину воскрес, и в том не может быть сомнения, Ведь дивный мир живых чудес, любви, цветов и песнопенья, твердят, что Сын Царя Небес, Христос воистину воскрес. Христос воистину воскрес, в душе измученной страдания, омытый кровью след исчез, и троекратное лапзание сердца подъемлет до небес. Христос воистину воскрес, Христос воистину воскрес, о том вещают нам от века, Любой младенец без словес, больной и нищий и калека, о том гудит и дол и лес, Христос воистину воскрес.